МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Область события «Факты» в эфире. Как всегда, подводим итоги уходящей недели. В студии Анастасия Петраш. Здравствуйте и смотрите сегодня. Сразу три в Амурской области в ближайшее время построят новые школы. Для профилактики ОРВИ в Амурской школе установили инновационное оборудование, отслеживающее температуру тела учеников. Понесли ответственность предпринимателей, необоснованно завысившие цены на овощи оштрафованы. Воздраждают село. Уникальная община в Сирошевском районе получила 7 миллионов на развитие фермерского хозяйства. До 2 баллов в Благовещенске ощутили землетрясение. В Преамурье появятся три новые школы, причем в ближайшее время. Так в этом году завершится строительство учебного заведения в Свободно. Школа рассчитана на 528 мест. Сейчас работы на объекте идут в соответствии с графиком. Планы строительства, а также исполнение соответствующих федеральных программ обсудили на заседании Министерства образования области. Новая школа, а также появится в Акимчане. Она рассчитана на 165 мест. Возводить объект начнут уже в этом году. Кроме того, в планах начать работы по строительству школы на полторы тысячи учеников в Благовещенске. Помимо этого, на заседании обсудили подготовку к капитальному ремонту школы в селе Малиновка. В здании обновят фасад, заменят кровлю, инженерные сети, окна и полы. На ремонт из бюджета всех уровней выделено 50 миллионов рублей. Уникальная профилактика ОРВИ. В школе села Новотроицка установили оборудование, которое отслеживает температуру тела учеников при входе в учреждение. Техника работает практически по тому же принципу, что и пропускной турникет. Однако, помимо отметки о времени прихода ученика, в системе появляется запись и о его физическом состоянии. Инновационная разработка принадлежит преподавателю физики и информатики Благовещенского педуниверситета. Ольга Сысоя побывала в сельской школе и узнала о тонкостях работы нового оборудования. Подробности далее. При помощи специальной карты ученики Новотроицкой школы теперь не только отмечаются, во сколько пришли на занятия, но и проходят утренний фильтр. Мера крайне необходимая для профилактики гриппа и ОРВИ. Принцип действия прост. Школьники прислоняют идентификационную карточку к устройству для опознания системой. После подносят запястье к специальному датчику для определения температуры тела. Дети довольны. Это все-таки инноватика, которая привнесла в обычную сельскую школу вот что-то такое свое, индивидуальное, чего нет пока ни у кого, ни у одной школы. Если ребенок пришел в школу с повышенной температурой, то первым об этом узнает дежурный учитель. Сигнал поступает на компьютер или смартфон. Дальше обучающегося отправляют к школьной медсестре, либо домой лечиться, пока за время работы системы заболевших выявлено не было. Ноу-хау появилось в сельской школе буквально несколько дней назад. Однако систему уже оценили не только в администрации образовательного учреждения, но и сами ученики. Чтобы не заражать как-то других, и чтобы не попухело в школе, если не померет ломать температуру, можно здесь узнать. Образовательный модуль вместе с коллегами разработал педагог информатики и физики Благовещенского педуниверситета Кирилл Юшан. Кстати, «Умная столовая» тоже их проект. Как рассказал Кирилл, подобные приборы, но на основе тепловизора уже есть в разных учреждениях России. Но стоимость такого оснащения начинается от полумиллиона рублей. Тогда как этот проект Благовещенца работает как бесконтактный термометр, и его цена в пределах нескольких десятков тысяч рублей. Мы не говорим, что это медицинский прибор, то есть температура определяется с некоторой погрешностью, но она незначительная, и заносится температура в базу. Мы можем выставить опцию по желанию школы, например, чтобы не измерив температуру, турнитет не пропускал детей в школу. Система особенно полезна в период, когда в преамуле начинается сезон простудных заболеваний. Кстати, сегодня в школах по всей области усилены меры профилактики против ОРВИ и гриппа. Сейчас у нас очень важный идет этап, не только в качестве подготовки к единому государственному экзамену, к выпускным экзаменам девятых классов, но это этап, когда нам необходимо сохранить здоровье наших школьников, чтобы они меньше пропускали занятий и успешно готовились к окончанию учебного года. Возвращаясь к инновационному оборудованию, стоит отметить, что подобное ноу-хау в рамках пилотного проекта пока появилось только в школе Силаново-Троицкое. По словам разработчиков, сейчас аналогов такой техники нет как в Преамуре, так и во всей России. Ольга Сысой, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. Предприниматели необоснованно завысивших стоимость овощей оштрафовали. О финансовых санкциях для недобросовестных бизнесменов говорили в ходе прошедшего совещания в правительстве области. Чиновники, руководители, торговых сетей, оптовики обсудили возможность поставок овощной продукции, проблемы и перспективы регулирования цен. Подробности в материале нашего корреспондента. Повышением цен заинтересовались амурские антимонопольщики. Жалобы и обращения амурчан стали причиной рейдов. Специалисты амурского ОФАС посетили несколько крупных продовольственных супермаркетов. В нескольких случаях факты значительного роста цен подтвердились. К предпринимателям сотрудники применили штрафные санкции. От жителей продолжают принимать обращения, которые будут рассматриваться в оперативном порядке. Посмотреть статистику роста цен. Но сейчас мы такие рейды должны проводить на постоянной основе. Поэтому мы должны оперативно реагировать на все-таки ту ценовую политику. А самое главное, посмотреть, насколько все-таки у нас дефицит сейчас в рознице по данной продукции. Мониторить цены на овощи планируют еженедельно информацию об уже проведенных наблюдениях направили в Федеральный Минэкономразвитие. Напомним, с закрытием российской границы цены на овощи резко устремились вверх. В Амурском Минэкономе, говорят, чемпион роста – огурец. Специалисты отмечают увеличение стоимости до 225%. У «Помидоров» скачок цен немного меньше – до 193%. Были налажены контакты с основными организациями. Был проведен объем запасов и планируемых поставок в область овощной продукции. Данная деятельность для нас нова, но хочу обратиться уважаемой оттовой организации, что в связи с тем, что к нам пришло обращение из полупредства по ДТРО. Мы эту работу будем проводить еженедельно в оперативном порядке собирать с вас люди. Кроме того, каждый день специалисты будут проводить анализ объема запасов овощной продукции первой необходимости. В Управлении по развитию потребительского рынка отметили, крупные торговые сети стараются сохранять ассортимент овощей. Сегодня на прилавках есть продукты из ряда регионов России, а также Турции и стран ближнего зарубежья. А накануне временный международный коридор открылся на российско-китайской границе. На сегодняшний день ситуация меняется и ситуация меняется в хорошую сторону. То есть появляются уже ввозятся помидоры, аукции тепличные из Новосибирска. Значит, поставки идут еще турецкой продукции из Новосибирска. Значит, вот в Санбери конкретно у нас завезли огурцетепличный комбинат тепличный комбинат Новосибирска. Томаты производятся Турция и Сабаджан тоже новосибирская поставка. В ограниченном режиме заработали пункты пропуска Благовещенск-Хэй-Хэй и Паярково-Сюньке. 8 февраля в грузовом направлении въехало 25 автомобилей, а 9 февраля из КНР еще две машины завезли скоропортящуюся плодово-овощную продукцию. 11 машин материала для ГПЗ. Первые партии овощей из Поднебесной уже поступили на прилавки торговых сетей Благовещенске. В ближайшее время в область прибудет крупная партия томатов из других регионов страны. Денис Сверденко, Андрей Белый, Амурское областное телевидение. В Китае сняли клип о героических усилиях людей по борьбе с коронавирусом. Видео смонтировано на песню российской группы «Рождество так хочется жить». Продолжительность ролика чуть больше четырех минут. В клипе собраны фото и видеоматериалы, посвященные борьбе жителей КНР с эпидемией коронавируса в стране. На кадрах врачи, военные, обычные горожане. Видео уже разошлось по социальным сетям. В частности, в аккаунте Амурского областного телевидения ролик набрал больше шести тысяч просмотров. В комментариях амурчане оставляют слова поддержки для жителей Поднебесной. Также в сети запустили флешмоб в поддержку КНР. Пользователям предлагают разместить фото или историю под хэштегом «Китай, мы с тобой». Между тем, в Благовещенске проведут молебны о спасении от коронавируса. Совершать богослужения будут на двух языках. Русском и Китайском. Службы будут проводить каждое воскресенье вплоть до стабилизации ситуации, сообщают в Благовещенской епархии. Семь миллионов на развитие КФХ получили фермеры из села Варанжа Серышевского района. Средства выделены в рамках областной программы «Агро Стартап». Поддержку регионального Минсельхоза предоставили людям, которые живут и работают в социальном центре. Его организовал известный амурский общественник Александр Кайзер. Уже более 15 лет он помогает тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Вместе они занимаются сельским хозяйством и живут на те деньги, которые получают от реализации своей продукции. О том, как работает уникальная община и что он отдает своим подопечным материал Юрия Камышного. Здравствуйте, красивая, здравствуйте. Доброе слово Александр Кайзер найдет каждому новому жителю села Варанжа. А их здесь около 60 человек. Все бывшие бездомные, алка или наркозависимые или освободившиеся из мест лишения свободы. В небольшой деревеньке они нашли работу и, что самое главное, кров. За 15 лет существования этого центра Кайзер безвозмездно помог тысячам людей. За эти 15 лет прошло две с лишним тысячи человек. Много ребят поднялось, у нас и бизнесмены поднялись. Ну, я хочу сказать, когда до людей доходят, для кого они это строят, они очень сильно меняются. Все эти люди не только проходят реабилитацию, но и возрождают почти заброшенное село Варанжа. Для своих постояльцев Александр Кайзер организовал крестьянско-фермерское хозяйство, которое занимается растениеводством и животноводством. В этом году благодаря областной поддержке смогли купить поддержанный комбайн грузовую «Газель». Сейчас ждут партию гусиных яиц для разведения птицы и подыскивают ферму, где будут брать грифородов. Развитием животноводства в этом кооперативе занимается Марина Мигутина. Сюда она попала 10 лет назад. Здесь встретила своего будущего мужа. Вместе построили дом. Амурская деревня стала для них второй родиной. Здесь как бы все свое. Здесь муж, здесь реабилитанты такие до боли все родные. Ну, мое это. Все это мое. Я уже никуда отсюда. Ольга Карпекина попала в Варанжу всего несколько дней назад. Ее история похожа на истории других постояльцев центра. Волею судеб оказалась на улице. Родных рядом нет. Свою новую жизнь девушка решила строить уже здесь. Есть планы, да, я вот сюда приехала, я посмотрела, здесь вот деревню ихнюю. Здесь можно перестроить, дома построить. Здесь домов совершенно заброшенных. Здесь можно все построить. И баню, и... Здесь можно все. Здесь бы только были нормальные мужчины, которые могли все это построить. Много планов и у руководителя центра. Благодаря новой технике думают расширять свои пассивные площади. Сейчас в производстве около 600 гектаров. Активно ведется строительство нового общежития. Уже в этом году начнут готовить фундаменты под жилые дома для тех, кто решит остаться жить и работать в Варанже. Мы взяли в том году 10 участков под дальневосточный гектар здесь же в деревне. В этом году Бог даст силы и денег. Значит, мы зальем фундаменты, завезем, строим материалы и зимой будем строить дома, чтобы деревня восстанавливалась, у людей было свое. Сельхозпродукция из Варанжи идет не только на продажу. Молоко, мясо, овощи всегда на столе постояльцев центра. Те, кто может работать, обеспечивает не только себя, но и тех, кто живет в филиалах этого центра в Благовещенске и Белогорске. Сегодня на попечении у Александра Кайзера 170 человек. При этом новичков привозят в центр практически каждый день. Кайзер никогда никому не отказывает. Пока есть возможность, нужно помочь каждому, кто в этом нуждается, уверен Александр. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Восемь новых машин получила ветеринарная служба при Амурье. На это потратили около 10,5 миллионов рублей из областного бюджета. Автомобильный парк учреждения пополнили впервые за 9 лет. Пять автомобилей Нива направят в Сковородинский, Ивановский, Шимановский, Благовещенский и Зейский районы. Также закуплены три дезинфекционных установки Комарова. Они необходимы для борьбы с распространением инфекции. Специализированные авто отправятся в Тамбовский, Константиновский и Свободненский районы. Самое главное, это наша задача стоит, это вовремя вывести и максимально оперативно и быстро ликвидировать. А оперативность, когда нет автотранспорта или он уже, скажем, выходит из строя и его уже практически невозможно починить, можно судить и в оперативности. Конечно, это очень большое подспорье для нашей службы и мы очень этим гордимся. И для нас, говорю еще раз, действительно это праздник. 7 февраля жители Благовещенска ощутили подземные толчки. Как выяснилось, землетрясение произошло всего в 240 километрах от областного центра на территории Китая. По сообщениям очевидцев, небольшие подземные толчки ощущались в центральной части Благовещенска. Жертв и разрушений нет. Известно, что магнитуда сейсмособытия составила 4,5 балла. Землетрясение произошло на глубине 10 километров. Тем временем, в феврале на территории всей России ожидаются сильные снегопады. Экстренные предупреждения уже выпустили несколько региональных управлений МЧС России. В Преамурье в целях подготовки к возможным неблагоприятным погодным условиям спасатели провели учения. По легенде, в Благовещенском районе автомобиль вылетел в кювет. Для спасения людей привлекли подвижный пункт обогрева. На учениях побывала наша съемочная группа. Снег, плохая видимость и желание сократить путь. В итоге, водитель не справился с управлением. Машину занесло в кювет. Четыре пассажира не могут самостоятельно выбраться. Связи тоже нет. Остается только ждать. К счастью, недолго. Попутчики поделились термосом с горячим чаем и обещали вызвать помощь, как только в пути появится связь. Сигнал получен. Спасательные службы на подъезде в соответствии с алгоритмом действия оперативная группа с ближайшего населенного пункта должна прибыть на место происшествия в течение 30 минут. Кто водитель? Водитель остается. Водитель остается. Останется. Все, 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 все. Голово цело. Нигде ничего не болит. Как только медики убедили, что здоровью пострадавших ничего не угрожает, людей переводят в подвижный пункт обогрева. Затем перевозят в ближайший стационарный. Туда же спасатели доставят автомобиль путешественников. Это первый пункт на территории Благовещенского района. Находится на 19-м километре. Всего их 4. Значит, один село Новинка, Новая Петровка. Еще у нас есть 55-й, так называемые, две пятерки. Он так и называется. То есть там точно так же все оборудовано. С руководителями все уговорено. В случае, если водитель попадает в какую-то трудную ситуацию, мы готовы оказать помощь. Сейчас, по словам специалистов МЧС, подобные ситуации происходят в основном с дальнобойщиками. Заторы случаются на дорогах из-за климатических особенностей при Амурье. Последний случай произошел с водителем из Красноярска, который прибыл сюда, привез груз. Машину бросить он не может, так как у него ценный груз. Сели аккумуляторы, то есть большая поломка, приехали, привезли с собой генератор, наша оперативная группа туда, привезли небольшой запас топлива, чтобы он смог завести машину. Зарядили ему аккумуляторы, с помощью пускозарядного устройства. Наповели чаем, накормили. Ну, а потом он прислал уже, когда уехал себе обратно на родину в Красноярск, послал благодарственное письмо. Первый подвижный пункт обогрева появился в области в 2016 году. Сегодня оказать помощь водителям-спасателям могут в каждом районе региона. Также действует более 50 стационарных точек. Это кафе, автозаправочные станции и комплексы. Анастасия Петраш, Анастасия Слесарева, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Смотрите далее в нашей программе. Посетил значимые объекты и встретился с жителями. Губернатор Василий Орлов работал на севере области. Звонят мошенники. В Преамурье увеличилось количество жителей, которые стали жертвами телефонных аферистов. Для изменения нормативов в области начали проводить сезонные замеры объемов твердых коммунальных отходов. Сквер имени героев Благовещенский разобьют новый парк, посвященный почетному жителю города Юрию Кузнецову. Спасибо, что остались с нами и мы продолжаем. Благоустройство сел, переселение в зоне БАМ, медицинская помощь, награда участникам Великой Отечественной войны. Губернатор Василий Орлов работал на севере области. Глава региона посетил образовательные, медицинские и коммунальные объекты в Зейском, Макдагачинском районах, а также о волнующих вопросах и проблемах узнал от местных жителей. Подробнее о материале нашего корреспондента. В ходе рабочей командировки губернатор посетил местную школу, в частности проверил, как организовано бесплатное питание для младшеклассников. Школьная столовая рассчитана на 120 мест, всего же здесь учится более 500 человек. По словам директора, устарело оборудование, печи, холодильники, замена упростит приготовление блюд, расширит ассортимент. Бесплатным питанием охвачено 200 225 человек. Это школьники первых, четвертых классов. Они питаются на сумму 31 рубль. На 64 рубля питаются дети с ОВЗ. Двухразовое питание для них организовано, горячее. И на 25 рублей дети из многодетных семей. В течение нескольких часов в районном центре проходил личный прием губернатора Преамурия. Одна из местных жительниц озвучила проблему предоставления жилья сиротам. Квартиру ей не дают с 2018 года, хотя постановление суда на руках. Как отметили в областном Минсоцзащиты, заявительница стоит в очереди шестой. На покупку пяти квартир в этом году выделят почти пять с половиной миллионов рублей. За счет экономии приобретут и шестую. В свою очередь Галину Шуточкину уже интересуют освещение и ремонт дороги по переулку Минжинского в поселке Магдагачи. До школы еще есть асфальт, дальше школы нет асфальта. Дорога летом пыль идешь весь пыли, зимой идешь катаешься хоть на лыжи, хоть на коньках нужно. Немного позднее глава Преамурия встретился с участниками Великой Отечественной войны и тружениками Трудового фронта. Вручил им юбилейные медали 75 лет победы. Позвольте вам вручить вот эту медаль 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Указом президента вы награждены этой медалью. Юбилейные медали Василий Орлов также вручил на общей встрече с местными жителями в зале районного дома культуры поселка Магдагача совместно с руководителями профильных министерств ответил на интересующие вопросы амурчан, большей степени которые касались жилищно-коммунального хозяйства, к примеру, содержания многоквартирных домов и обслуживания запах подъезда ремонт зданий. Эти вопросы, которые часть прозвучала, то есть они решаемы без участия губернатора. И жителям правильно нужно обращаться в управляющую компанию. Если не решается вопрос, то уже в жилищную инспекцию. Но мы настраиваем управляющую компанию, чтобы они в первую очередь решали вопросы на месте. Ряд поручений было дано. В частности, здесь будет работать выездная комиссия амуржил инспекции. 6-7 числа она соберет информацию от граждан, посмотрит, насколько эффективно работают управляющие компании. Здесь надо разбираться более глубоко. С одной стороны, управляющая компания зачастую предоставляет некачественную услугу, с другой стороны, существует достаточно большая задолженность людей за услуги этой компании. Как следствие, возникает такая проблема. В Зее приостановлено слияние местной больницы и стоматологии. Все будет зависеть от эффективности работы стоматологической поликлиники. К вопросу могут вернуться через год. Ситуация с бюджетом изменилась в лучшую сторону. Нет необходимости проводить экстренные меры по оптимизации. В местной школе номер 4 обсуждался вопрос создания современной спортплощадки на территории учебного учреждения. Руководитель области поручил Министерству финансов предусмотреть средства на строительство стадиона школы. В детском саду Зее проведен капремонт системы отопления, канализации и холодного водопровода. Летом запланирован косметический ремонт. По словам педагогов, детский сад нуждается в электропроводке. На волнующие вопросы жителей Зейского района глава области ответил на традиционные встречи с местным населением. Важная тема переселения из аварийного жилья в зоне БАМа. К этой территории причислено 6 муниципальных образований Тында, Зея, Тындинский, Зейский, Селемджинский и ряд поселений Мазановского района. Как сообщает пресс-служба правительства области, в БАМовских поселках наибольшая доля аварийного жилого фонда. За время действия всех госпрограмм с 2012 по 2019 год из непригодного жилья, к примеру, в поселке Верхний Зейск переселено более 90 семей. Всего в Зейском районе новое жилье получили почти 150 семей. На эти цели было направлено более 200 миллионов рублей. На сегодняшний день правительством завершается работа по актуализации данных о том, какое количество людей действительно нуждается в этих мерах поддержки. У нас по плану эта работа будет завершена 1 марта этого года. Я считаю, что необходимо разрабатывать отдельную государственную программу с понятными цифрами, какая потребность, сколько людей, сколько квадратных метров, сколько это стоит и в какие годы это может быть реализовано. И с этой программой нам необходимо будет выходить на Федерацию и просить эту программу принять для решения этой проблемы. Напомним, за время работы программы переселения из аварийного жилья, действующей с 2019 по 2025 годы, объем финансирования программы 6 миллиардов рублей. В нее вошли дома, признанные аварийными до 2017 года. На первом этапе программы с 2019 по 2020 годы планируется переселить 12,5 тысяч квадратов жилья. На эти цели заложено более 540 миллионов рублей. Денис Сверденко, Антон Максимов, Амурское областное телевидение. Планируют закончить уже в этом году участок трассы по улице Василенко, который связывает Благовещенск и Чигири, намерены достроить раньше срока. Уже к концу 2020 года. Это позволит существенно разгрузить улицу Калинина и Новотроицкое шоссе, а также снизить аварийность. Ремонт трассы производится в рамках программы «Безопасные качественные автомобильные дороги». Первый 300-метровый участок был сдан в эксплуатацию в октябре 2019 года. Сейчас специалисты приступили к ремонту оставшейся части. Ведутся работы по оборудованию водоотведения. Дорогу длиной в 2300 метров изначально должны были завершить в 2021 году. Однако, эти сроки сдвинулись на конец 2020-го. Участок трассы дойдет до улицы Центральная села Чигири. На это потратят более 240 миллионов рублей. Кроме новой дороги, в следующем году в этом районе появится поликлиника, детский сад и школа на 528 мест. И к другим новостям. В Благовещенске двух сотрудниц Росреестра подозревают в получении крупной взятки, а возбуждены уголовные дела. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступлений. Согласно материалам дела, подозреваемые с 2015 до июля 2019 года получали взятки за принятие решений о государственной регистрации прав и внесении сведений в реестр недвижимости. Общая сумма полученных денежных средств каждой сотрудницей более 200 тысяч рублей. Осторожно, мошенники! В Преамурье увеличилось количество жителей, которые стали жертвами телефонных мошенников. Как рассказали полицейские, сегодня преступники работают по новой, более изощренной схеме. Представляются сотрудниками службы безопасности банка, втираются в доверие и практически незаметно выводят деньги с банковской карты. Ольга Сысой продолжит тему. Вот этот номер, с которого мне звонили. Позвонил мужчина, представился Михаилом, сказал, что он является сотрудником службы безопасности того банка, услугами которого я пользуюсь. Показывать свое лицо жительница Благовещенской Юлия, имя мы изменили по ее просьбе, наотрез отказалась. По словам женщины, она, несмотря на свою предусмотрительность, чуть не стала жертвой мошенников. Когда он ко мне обратился, назвав меня по имени отчеству, у меня сомнений вообще сначала никаких не возникло. Но уже в процессе, когда он попросил открыть банковское приложение, у меня начали возникать сомнения. И тогда я ему сказала, что извините, но данным банком я не пользуюсь, и карты данного банка у меня нет. Между тем, людей, поверивших телефоном аферистам, ежегодно становится в сыске возбудили 860 уголовных дел, а в 2019 уже 1039. Что же касается звонков от лжесотрудников службы безопасности банков, уже с начала 2020 года возбуждено 35 уголовных дел. Растет число преступлений, увеличивается и количество схем обмана. Мошенники находят все новые и новые способы заработка на обычных людях. Сейчас у них немножко схема разнообразилась. В чем это заключается? В том, что говорят, что нужно обезопасить свои денежные средства, для этого нужно скачать программу мобильной удаленности. Такие программы, как правило, широко используются специалистами по обслуживанию компьютерной техники, но теперь к ним подключились и мошенники. Действуют они так, звонят, рассказывают потенциальной жертве о том, что с ее телефона поступали команды, например, о переводе средств через мобильные банковские приложения. Соответственно, клиент операции не подтверждает. Тогда уже сотрудники банка предлагают проверить мобильные на наличие программ, которые могут использовать аферисты. Говорят, какое приложение нужно установить на телефон и диктуют четкий алгоритм действий. На номер приходит код, его просят ввести в программе для подтверждения входа. Однако, как только аутентификация пройдена, посторонний человек полностью контролирует ваш телефон, а вместе с ним и ваши финансы. Занимаясь этими преступлениями, полицейские отметили, такие аферы, как правило, совершаются группой лиц. Обычно звонки поступают из центральной части России. Однако, в практике оперативников бывали случаи, когда деньги доверчивых граждан удавалось спасти, но при условии, что потерпевший быстро звонил в банк. Мошенники не успевали перевести денежные средства, то есть они еще с одного счета на другой переводились. То есть время работает уже, скажем так, на мошенника. То есть бывает, что мы денежные средства успевали заблокировать на счетах. Чтобы избежать финансовых потерь, говорят полицейские, нужно четко соблюдать определенные правила. Никому не давать удаленный доступ к своему телефону, не сообщать мошенникам пароли из СМС и любую информацию о банковской карте. Если вы не уверены, что вам звонит сотрудник банка, попросите его связаться с вами позднее. А сами перезвоните в свое финансовое учреждение и уточните, совершались ли какие-либо подозрительные операции с вашим счетом за последние три дня. Ольга Сысой, Андрей Белый, Владимир Петренко, Амурское областное телевидение. В Преамурье начали проводить сезонные замеры объемов твердых коммунальных отходов. Это необходимо для корректировки нормативов накопления ТКО. Работы стартовали с 10 февраля. О том, как проводят расчеты расскажет наш корреспондент. Чтобы взвесить мусорные контейнеры и рассчитать количество отходов, специалисты используют динамометр, иначе автомобильные весы. Минимальный вес для прибора составляет 20 кг, максимальный 3 тонны. Работает техника дистанционно в связке с переспособлением, которое крепится на подъемный кран. Внутри него и встроены весы. Данное приспособление предназначено для взвешивания контейнеров, которое цепляется на специальный автомобиль, ну и тем самым поднимает контейнер и указывает вес. Раньше, по словам специалистов ЖКХ, был только визуальный осмотр. Однако этот метод не позволял провести точных замеров. Новую технологию используют уже на протяжении двух лет. Взвешивание производят поэтапно. Взвешивание мы проводили прибором, динамометром. Максимальный вес этого прибора 3 тонны, минимальный вес 20 килограмм. Мы взвешивали как полные, так и пустые контейнера. Именно разница между полным и пустым контейнером считается объемом образовавшихся твердых коммунальных отходов. Процедура необходима для корректировки нормативов накопления ТКО. Такие замеры с 10 февраля начались в Благовещенске, Райчихинске, Сковородине и Ивановском районе. Производить работы будут все 4 сезона. Зимой они будут идти до 16 февраля. На остальные три даты пока не определены. Но именно по результатам всех измерений будут просчитаны средние нормативы. Эти данные у нас получаются по Амурской области замеры происходят в 4 районах. Эти данные по каждому району обрабатываются, передаются в ГБУ «Экология». И в дальнейшем они будут применяться для расчета нормативов накопления твердых коммунальных отходов. Помимо многоквартирных домов с 10 по 16 февраля будут проведены замеры твердых коммунальных отходов в торговых центрах, продовольственных магазинах, предприятиях бытового обслуживания. Всего проверят несколько десятков таких объектов. Данные передадут в управление ЖКХ. Дело в том, что предприниматели считают показатели нормативов слишком высокими и платить хотят по факту. Юрий Камышный, Анастасия Слесарева, Михаил Величкин, Амурская областная телевидение. В Тамбовском районе воспитанники военно-патриотических клубов совершили лыжный переход на погранзаставу. Маш-бросок посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Свою напутствие участникам дал глава региона, а в этот день Василий Орлов побывал здесь с рабочим визитом. Подробности далее. Лыжный переход по маршруту Тамбовка-Корфово-Тамбовка стал уже шестым. В акции «Пограничная тропа» по традиции принимают участие воспитанники районных военно-патриотических клубов. При этом часть маршрута ребята пройдут непосредственно с пограничным нарядом вдоль контрольно-следовой полосы. Свой марш-бросок участники посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Это очень важно для нас. Нам очень важно передать подрастающему поколению память о Великой Отечественной войне. Сделать все, чтобы эта память была сохранена. Сегодня вам предстоит непростое, но очень интересное испытание. Я вам желаю успехов. Надеюсь, что этот день останется в вашей памяти надолго. Здесь же, на площади Тамбовки, Василий Орлов возложил цветы к обелиску павших Великой Отечественной жителей села. После чего отправился поздравить проживающую в райцентре военную медсестру Фаину Волобуеву. На фронт она попала в 43-м году, будучи 18-летней девушкой. Закончила войну в сентябре 45-го в подразделениях, принимавших участие в разгроме японских милитаристов. Указом президента Российской Федерации от 13 июня 2019 года вы награждаетесь юбилейной медалью 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Я вас поздравляю, поручаю удостоверение. Там же в Тамбовке глава региона провел и рабочее совещание с администрацией района. Дистанционно в нем приняли участие и представители ряда министерств. Первоочередное внимание уделили вопросам жилищно-коммунального хозяйства, планам по ремонту дорог, а также текущей ситуации в сферах образования и здравоохранения. Василий Орлов рекомендовал акцентировать внимание на грамотной поддержке агрария, решить вопрос со строительством физкультурно-здоровительного комплекса и дополнительного корпуса в пассионате Приозерья. Также администрация Тобовского района поручена подготовить предложение по привлечению инвестиций. Евгений Вдовенко, Антон Максимов, Амурское областное телевидение. В Благовещенске появится сквер имени единственного в Приамурье героя СССР Юрия Кузнецова. Зону отдыха оборудуют в районе Двоку. Это довольно символично. Юрий Викторович долгие годы был руководителем этого военного училища. 12 февраля на месте будущего парка побывали инициаторы проекта депутаты Благовещенской и Городской думы. Подробности далее. Александра Питыгина живет в этом районе уже 23 года. Говорит, за два десятилетия здесь впервые решили провести благоустройство двора. В этих домах по Ленина 203 здесь рядом 208 и 206 вы знаете, живут все пенсионеры. Некуда выйти, ходят плохо, а так выйдут, посидят на скамеечке, отдохнут и со своими правнуками и внуками. Это будет очень даже хорошо. Поддерживает инициативу и Валентина Осипова. Рассказывает, когда старый барак снесли, начали переживать, что вместо него здесь построят многоэтажный дом. Как итог, говорит пенсионерка, ее квартира оказалась бы в тени. Однако теперь окна будут выходить на сквер, что не может не радовать. При поступлении, как правило, приезжают родственники, родители. А приткнуться негде. Вот они сидят там около дворка на парапете. Ну и, конечно, самая главная суть. Все-таки, наверное, у нас не так много героев Советского Союза. Мы очень бы были рады, чтобы вот и зеленая зона здесь появилась, и увлековечить память героев Советского Союза. Все пожелания горожан выслушали депутаты городской думы Благовещенска. Именно они стали инициаторами проекта. Депутаты вышли с инициативы, чтобы на этом месте разместить сквер. Потому что и впоследствии увлековечить здесь память Юрия Викторовича Кузнецова, выпускника адвоку, героя Советского Союза, генерал-майора Юрия Викторовича Кузнецова. Перед дизайнерами стоит непростая задача объединить детскую площадку, зону для отдыха и мемориал памяти в композиционном ансамбле. Кстати, в составлении эскиза будущего сквера могут принять участие все желающие. Как только будет возможность и теплое время подойдет, я думаю, что надо начинать работы, чтобы нам в этом сезоне, в это лето основные работы по благоустройству этой территории уже провести. Наметить площадки, дорожки, чтобы все это уже было подготовлено. Благоустройство площадки для сквера планируют выполнить уже к концу года. Остальные работы предположительно будут завершены к маю будущего года. Валентина Абрамова, Нелли Козлова, Андрей Белый, Амурское областное телевидение. Принести воду при помощи коромысла, сделать настоящее масло и сыграть в народные забавы. В Садовом открылась комната-музей «Русская изба». Гостям предлагают не только побывать в интерьерах конца 19-го, начала 20-го века, но и необычные интерактивные экскурсии. Подробности в нашем следующем сюжете. Маша приехала куколка. Играть в народную забаву кукла-стрягушка больше всего нравится маленьким посетителям музея. Суть – как можно сильнее стукнуть по столу, чтобы соломенная кукла направилась в сторону игрока. Таких марионеток здесь больше 10 штук. Еще в арсенале имеются обрядовые куклы, а также пальчиковые. Мне понравилась вот эта кукла «День и ночь». Это белая – это день, а вот эта черная – это ночь. Красивая очень. И какая-то необычная. Я думала, это просто белая куколка. А так она еще и может быть черной. Однако в этом музее предлагают не только сыграть в русские забавы, но и окунуться в крестьянский быт. Например, принести воду при помощи коромысла или самостоятельно взбить масло из сметаны, используя маслобойку. И дети, это же им так интересно всегда это. А что, прям масло будет? Я говорю, да, давайте. И я думаю, я думаю, я так выберу. Взбили, и получилось? Масло. Масло. А вот все, что маслом вытащили, а там еще такая жиденькая штучка осталась, она называется? Пахта. Пахта называется. Это самое вкусное из кисломолочных вещей. Это вот просто вот огонь. Чтобы соблюсти атмосферу русской избы и сделать обстановку по-настоящему домашней, в комнате музея выставили предметы конца 19-го, начала 20-го века. У каждого экспоната своя история. Как рассказали сотрудники, инициатором создания выступила местная жительница Наталья Жулич. Она стала приносить в музей необычные старинные предметы. Искала их повсюду. Однажды даже обнаружила деревянный гребень, которому уже около ста лет. Может быть, ясень, ну, судя по цвету, может быть, клён. Лубчики сохранились. Коллеги Натальи отмечают, маленькая хрупкая женщина не побоялась пойти за новым экспонатом в давно заброшенный дом. И всегда Наташа впереди планеты всей спрашивает, а можно ли зайти и что-то поискать. Ну и, конечно же, ей говорят, да. Она заходит. И вот такой вот дом нашёлся. Она рассказывала, что это был сгоревший дом. Пришлось лезть на крышу. Представляете, да, что такое? Маленькой девчонке, хрупкой. Залезть на крышу сгоревшего дома. И там нашёлся тот самый гребень. Музейная комната «Русская изба» впервые открылась в сентябре 2018 года. Сейчас здесь представлено более тысячи экспонатов. Стоит отметить, сегодня на экскурсии сюда приезжают не только амурчане, но и гости из Китая. Анастасия Петраш, Анастасия Слесарева, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. На этом у меня всё. Пересмотреть выпуск можно на нашем сайте amroble.tv. Самые интересные сюжеты на нашей страничке в Инстаграм. Я же с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова